Глава 8. Залив Виго. Атлантический океан. Это необозримое громадное пространство воды, поверхность которой занимает 25 миллионов квадратных миль, длиной 9 тысяч миль, а шириной 2700. Море очень важное по своему значению, о котором, однако, мало знали древние, за исключением, может быть, карфагинян, этих голландцев древнего мира, которые в своих торговых странствиях объездили западные берега Европы и Африки. Океан, береговые извилины которого имеют громаднейший периметр, водоем, в который впадают величайшие в мире реки. Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Лаплата, Оренока, Нигер, Сенегау, Эльба, Луара, Рейн. Орошающие страны, как самые цивилизованные, так и самые дикие. Величественная водная равнина, несущая корабли всех наций, охраняемая силами всего мира и заканчивающаяся двумя ужасными точками, наводящими страх на мореплавателей, мысом Горн и мысом Доброй Надежды. Наутилус прошел около 10 тысяч лье за три с половиной месяца. Куда теперь мы направимся? Что ожидает нас в будущем? Выйдя из Гибралтарского пролива, Наутилус вступил в открытый океан и всплыл на поверхность. Таким образом, наши ежедневные прогулки по палубе возобновились. Я сразу поспешил туда в сопровождении Неда Лэнда и Консейля. На расстоянии 12 миль неясно обрисовывался мыс Сан-Винсенте, который является крайней юго-западной точкой Пиренейского полуострова. Дул довольно сильный южный ветер. Океан бушевал, и Наутилус шел, перебаливаясь с волны на волну. Оставаться на платформе было почти невозможно. Ее каждую минуту захлестывало водой, обдавая нас морской пеной и брызгами. Мы снова спустились вниз, успев подышать свежим воздухом. Я отправился в свою каюту. Консель пошел к себе, но канадец, чем-то озабоченный, последовал за мной. Наш быстрый переход по Средиземному морю не позволил ему привести в исполнение свои планы, и он нисколько не скрывал своего неудовольствия. Когда дверь моей каюты закрылась, он сел и молча стал смотреть мне в глаза. — Друг Нед, — сказал я ему, — я вас понимаю, но вы ни в чем не можете себя упрекнуть. При тех условиях, при которых Наутилус плавал до сих пор, думать о побеге было бы безумием. Нед Ленд ничего не ответил. Губы его были сжаты, брови нахмурены. — Послушайте, Нед, — продолжал я, — отчаиваться еще рано. Мы идем вдоль берегов Португалии. Недалеко от нас Франция, Англия, где мы легко можем найти убежище. Другое дело, если бы Наутилус по выходе из Гибралтара направился на юг, где нет материков, тогда и я разделил бы ваше беспокойство. Но мы теперь видим, что капитан Немо не уходит от морей цивилизованных стран. И через несколько дней, я полагаю, вы можете более или менее безопасно устроить. Нед Ленд еще пристальнее на меня посмотрел, разжал губы и произнес. Сегодня вечером. Я вскочил с места. Признаюсь, подобное известие стало для меня полной неожиданностью. Я хотел ответить канадцу, но слова замерли у меня на языке. Мы условились ждать удобного случая, продолжал Нед Ленд. Случай этот представляется. Сегодня вечером мы будем в нескольких милях от Испанского берега. Ночь темная, ветер с открытого моря. Вы дали честное слово, Аронакс, и я рассчитываю на вас. Я все еще молчал, канадец встал, подошел ко мне и произнес. Сегодня вечером в девять часов. Я предупредил канцеля. В это время капитан Немо запрется в своей каюте и, вероятно, ляжет спать. Ни механики, ни матросы не смогут нас увидеть. К канцели и я сейчас проберемся к центральному трапу. Вы останетесь в библиотеке в двух шагах от нас и подождете моего сигнала. Весла, мачта и парус в шлюпки. Я отнес туда немного провизии и достал ключ, которым можно отвинтить крепеж шлюпки. Стало быть, все готово. До сегодняшнего вечера. Море неспокойно, сказал я. Согласен с этим, ответил канадец, но приходится рисковать. Это стоит того. К тому же шлюпка надежная и несколько миль при попутном ветре не составит труда. Нечего откладывать. Кто поручится, что завтра мы не будем на столье в открытом море? Если все пойдет благополучно, к одиннадцати часам, может, пристанем уже к какому-нибудь клочку земли. И так до вечера. Сказав это, канадец ушел. Я был ошеломлен. Я предполагал, что случай бежать представится не скоро, что я буду иметь время все обдумать и обсудить. Упрямый товарищ не давал мне на это времени. Да в конце концов, что я ему могу возразить? Нэтлент вполне прав. Представлялся случай, он пользовался им. Мог ли я, действуя в личных интересах, брать на себя ответственность за будущее своих спутников? Завтра капитан Немо разве не может выйти в открытое море? В эту минуту довольно сильный свист дал мне знать, что резервуары наполнились воздухом. И наутилус погружается в океанские глубины. Я не пошел в салон и остался в своей каюте, желая избежать встречи с капитаном и опасаясь, что не сумею скрыть своего волнения. Так провел я томительный день, колеблясь между желанием получить свободу и желанием, что покину этот чудесный наутилус, не закончив свои подводные исследования. Покину таким образом океан, мою Атлантику, как я любил называть его, не заглянув в его сокровенные недра, не вырвав у него ни одной из тех тайн, которые открыли мне Индийский и Тихий океан. Мой роман ускользал от меня с первого же тома. Страница обрывалась на самом интересном месте. Мои мечты прерывались в самый прекрасный момент. Как мучительно тянулось время. Я то видел себя в безопасности на суше с моими товарищами, то желал, вопреки рассудку, чтобы какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало осуществлению планов Недленда. Два раза я заходил в салон, желая проверить по компасу, действительно ли наутилус шел близ берегов Португалии или же отдалялся от них. Но нет, наутилус продолжал держаться около португальских берегов, направляясь на север. Как бы то ни было, но надо было готовиться к побегу. Багаж мой не был тяжелым. Одни записки и не более ничего. А капитан Немо, что он подумает, какие заботы, какой вред может быть причинить ему наш побег, и как он поступит в случае, если этот побег не удастся. Конечно, у меня не было причин быть недовольным им. Напротив, никогда гостеприимство не было более искренним. То, что я покидал его, не могло быть приписано неблагодарности. Никакая клятва не связывала меня. Я даже не давал ему никаких обещаний. Он полагался не на нас, не на наше слово, а на силу обстоятельств. Но намерение держать нас пленниками на своем судне оправдывало искушение бежать. Я не видел капитана со времени нашего посещения острова Санторин. Не сведет ли нас до побега какая-нибудь случайность? Я желал встречи и в то же время боялся. Я прислушивался, не раздадутся ли шаги в его каюте, смежной с моей. Но не улавливал никаких звуков. В каюте, видимо, никого не было. Тут мне пришла мысль, а на борту ли таинственный капитан? С той ночи, когда шлюпка отправилась для исполнения какого-то секретного поручения, я стал иначе думать о капитане. Теперь я подозревал, что у него сохранились кое-какие связи и с землей, и с людьми. Кто знает, может быть, он часто отлучается с Наутилуса? Случалось, что проходили целые недели, в продолжении которых я ни разу с ним не встречался. Что делал капитан Немо в это время? Где был? Я раньше думал, что он страдает припадками мизантропии. Но очень может быть, что он в это время был далеко, выполняя тайную миссию. Но что это за миссия? Чем он занимался? Подобные мысли осаждали меня. Поле для догадок, при том странном положении, в котором мы находились, было обширно. Я испытывал мучительное беспокойство. Часы ожидания казались мне вечностью. Обед мне подали, как и всегда, в мою каюту. Но есть я не мог и встал из-за стола в семь часов. Сто двадцать минут. Я считал их. Отделяли меня от того мгновения, когда я должен был присоединиться к Недолэнду. Волнение мое возрастало. Пульс бился учащенно. Я не мог сидеть спокойно, ходил взад и вперед по каюте. Мысль о неудаче мало меня заботила. Но при мысли, что наши намерения будут открыты раньше, чем мы покинем на Утилус, что нас приведут к раздраженному, или еще хуже, огорченному капитану Немо, сердце мое трепетало. Мне захотелось заглянуть в салон в последний раз. Я пришел в этот музей, где провел столько полезных и приятных часов. Я смотрел на все собранные здесь богатства, на все эти сокровища, как человек, который завтра должен отправиться в вечное изгнание и никогда их более не увидит. Я прощался с этими чудесами природы и произведениями искусства, около которых столько дней была сосредоточена моя жизнь. Я должен был их покинуть, покинуть навсегда. Я хотел смотреть на воды Атлантики, но иллюминаторы были герметически закрыты. И ставни из листовой стали отделяли меня от этого океана, который мне был еще совсем незнаком. Прохаживаясь таким образом по салону, я подошел к потайной двери в стене, которая вела в каюту капитана Немо. К моему большому удивлению, дверь была полуотворена. Я невольно отступил от нее. Если бы капитан Немо был в своей каюте, он мог увидеть меня. Но все было тихо. Я подошел ближе, каюта была пуста. Толкнув дверь, я вошел внутрь и огляделся. Все тоже суровое жилище отшельника. Несколько гравюр на стенах, которых в первый визит я не заметил, бросились мне в глаза. Это были портреты великих исторических личностей, всецело посвятивших себя служению человечеству. Здесь был и Костюшка, герой, павший с криком «Конец Польши!», Бацарис, леонид современной Греции, О'Коннелл, борец за независимость Ирландии, Вашингтон, основатель Североамериканского Союза, Манин, итальянский патриот, Линкольн, павший от пули рабовладельца, и, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров, Джон Браун, вздернутый на виселице. Страшный рисунок в карандаше, выполненный Виктором Гюго. Какая связь существовала между этими героями и капитаном Немо? Была ли возможность, исходя из этого собрания портретов, разгадать тайну его жизни? Был ли он защитником угнетенных народов, освободителем невольников? Участвовал ли он в последних политических или социальных волнениях нашего века? Был ли он одним из героев гражданской войны в Америке, войны прискорбной и памятной? Вдруг часы пробили восемь. Первый же удар прервал мои мысли. Я вздрогнул и бросился вон из каюты капитана. В салоне глаза мои остановились на компасе. Мы все еще плыли на север. Лак показывал умеренную скорость. Манометр – глубину около 60 футов. Обстоятельства, стало быть, благоприятствовали планам канадца. Я вернулся в свою каюту, надел теплую одежду, морские сапоги, шапку из кожи выдры, куртку из бисуса, подбитую тюленьей шкурой и стал ждать. Только стук работающей машины нарушал глубокое безмолвие, царившее на Наутилусе. Я напряженно прислушивался. Вдруг услышу шум голосов, который, мне кажется, скажет, что намерение Неда Лэнда бежать открыто. Смертельная тревога овладела мной. Четно старался я обрести хладнокровие. В 9 часов, без нескольких минут, я приложил ухо к двери каюты капитана. Ни единого звука. Я снова отправился в салон, погруженный в полутьму и по-прежнему пустой. Я открыл дверь в библиотеку. Та же полутьма, тоже безмолвие. Затем я отправился к двери, выходившей в центральному трапу, и стал ждать сигнала Неда Лэнда. В эту минуту сотрясения корпуса судна стали уменьшаться и, наконец, совсем прекратились. Почему мы остановились? Хорошо это или плохо для планов Неда Лэнда? Тишина нарушалась теперь лишь биением моего сердца. Внезапно я почувствовал легкий толчок. Я понял, что Наутилус упустился на дно океана. Беспокойство мое усилилось. Канадец не подавал никаких сигналов. Я охотно отправился бы к нему и предложил отложить побег до другого раза, так как наше плавание совершалось теперь не в обычных условиях. В эту минуту дверь открылась, и на пороге появился капитан Немо. Увидев меня, он любезно сказал, «А я вас искал, профессор. Знакомы ли вы с историей Испании? Можно основательно знать историю своего отечества и все-таки при том волнении, какое я испытывал, не ответить и растеряться». Так со мной и случилось. «Что же?» — продолжал капитан. «Вы слышали мой вопрос?» «Очень плохо», — отвечал я. «Вот вам и ученые», — произнес капитан. «Садитесь, я вам расскажу любопытный эпизод из истории Испании». Капитан расположился на диване, я машинально сел около него. «Профессор», — сказал он, — «слушайте меня внимательно. История эта заинтересует вас потому, что она вам ответит на один вопрос, который, без сомнения, вы еще не решили». «Я вас слушаю, капитан», — сказал я, не зная, на что он намекает, и спрашивая себя, не относится ли этот случай к задуманному нами побегу. «Профессор», — продолжал капитан Немо, — «если вам угодно, мы начнем с 1702 года». Вам не безызвестно, что в это время французский король Людовик XIV посадил на испанский престол своего внука, герцога Анжуйского. Принц этот, царствовавший под именем Филиппа V, должен был вести войны с сильными внешними врагами. Еще в 1701 году царствующие дома Голландии, Австрии и Англии заключили в Гааге договор с целью отнять корону Испании у Филиппа V, чтобы возложить ее на голову одного эрцгерцога, которого они назвали Карлом III. Испания была вынуждена бороться против этой коалиции. У нее почти не было ни армии, ни флота. В деньгах, однако, недостатка не было, если только испанским галеонам, привозившим из Америки золото и серебро, удавалось входить беспрепятственно в порты. В конце 1702 года ожидался богатый транспорт, экспортируемый французской эскадрой из 23 кораблей под командованием адмирала Шато Рено. Конвой испанских судов объяснялся присутствием в водах Атлантического океана кораблей коалиции. Транспорт ждали в Кадиксе, но когда адмирал узнал, что англичане крейсируют около этих мест, он решил войти в один из французских портов. Испанские капитаны воспротивились этому намерению. Они потребовали, чтобы транспорт непременно ввели в испанский порт, если не в Кадикс, то хотя бы в гавань Вего, на северо-западном берегу Испании, еще не занятую неприятелем. Адмирал Шато Рено малодушно согласился на их требования, и испанский флот вошел в гавань Вего. К несчастью, эта гавань представляла собой открытый рейд, непригодный для обороны, так что надо было быстрее разгружать суда до прихода вражеских кораблей. Времени было достаточно, но дело затянул ничтожный спорный вопрос. «Следите за ходом событий», — спросил вдруг капитан Немо. «Разумеется, капитан», — отвечал я, еще не понимая, по какому поводу мне давали урок истории. Я продолжаю. Вот что случилось. Кадиксские негацианты пользовались привилегией принимать все товары, прибывающие из Вест-Индии, а разгрузка судов золотом в Вего означала нарушение их прав. Они обратились с жалобой в Мадрид, и слабовольный Филипп V отдал приказ, чтобы суда не разгружали до тех пор, пока из Кадикса не удалится вражеский флот. Тем временем английские корабли подошли к бухте Вего. Это было 22 октября 1702 года. Адмирал Шаторино отбивался храбро, несмотря на превосходящие силы противника. Когда же он увидел, что вверенные ему богатства могут достаться врагам, он поджег и затопил свой флот. И все галеоны затонули вместе со всеми несметными сокровищами. Капитан Немо умолк. Сознаюсь, я еще не понимал вывода из всей этой истории. «Что же дальше?» – спросил я. «А то, Аронакс, что мы сейчас находимся именно в гавани Вего», – ответил мне Немо. «И вы можете, если хотите, взглянуть на тайны, скрытые под здешними водами». Он встал и попросил меня следовать за собой. К этому времени я уже взял себя в руки и спокойно пошел за капитаном. В салоне было темно, но сквозь иллюминаторы блестели океанские воды. Освещаемая прожектором на полумилю вокруг наутилуса вода сверкала электрическими искрами. Ясно было видно чистое песчаное дно. Матросы в скафандрах раскапывали полузгнившие бочонки, продавленные ящики и прочий груз, почерневший от времени. Из этих ящиков и бочек сыпались слитки золота и серебра, лился дождь пиастров и драгоценных камней. На песке лежали груды этих сокровищ. Нагрузившись ценной кладью, матросы шли к наутилусу, складывали там свой груз и снова возвращались к неисчерпаемому источнику. Я понял, что здесь было место сражения 22 октября 1702 года. Здесь были затоплены галеоны с золотом для испанского правительства. Сюда капитан Немо приходил за миллионами для пополнения запасов наутилуса. Ему одному Америка доставила эту дань. Он стал единственным наследником всех богатств, отнятых у инков и ацтеков, побежденных Кортесом. «Известно ли было, профессор, что в море скрывалось такое богатство?» спросил меня, улыбаясь капитан Немо. «Я знал, что приблизительно 2 миллиона тонн серебра в растворенном виде содержится в морской воде. Да, но выделять это серебро из воды игра не стоит свеч. А я лишь собираю то, что люди потеряли, и не только в бухте Вегу, но еще и в других местах кораблекрушений, обозначенных на моей подводной карте. «Понимаете ли вы, что богатство свое я могу исчислять миллиардами?» «Понимаю, капитан Немо. Но позвольте вам заметить, что эксплуатация этой гавани вы опередили труд целой акционерной компании». «Какой компании?» «Той самой, которая купила у испанского правительства привилегию на право работ по розыску этих затонувших галеонов». «Акционеры рассчитывают на громадные доходы, так как сокровища оцениваются более чем в 500 миллионов». «500 миллионов!» вскрикнул капитан. «Да тут было 500 миллионов, но теперь их уже нет». «Это верно», отвечал я. «И мне кажется, не мешало бы предупредить об этом акционеров. Неизвестно, впрочем, как бы они это восприняли. Игрок обыкновенно меньше горюет о проигрыше, чем о крушении надежд на выигрыш. Я, по правде сказать, больше жалею тех несчастных бедняков, которых могло бы спасти правильное распределение этих богатств. «Да, много добра можно было бы сделать с помощью этих богатств, а теперь они потеряны». Сказав это, я тотчас почувствовала, что капитан Немо оскорбился. «Потеряны?» повторил он с живостью. «Вы полагаете, профессор, что эти сокровища потеряны, потому что они попали в мои руки? Вы думаете, что я ради собственной выгоды подбираю эти слитки и камни? Кто вам сказал, что я не употребляю их на доброе дело? Разве вы думаете, я не знаю, что есть обездоленные люди, угнетенные народы? Что много несчастных требует утешения, многие жертвы еще не отомщены. «Понимаете вы?» Капитан Немо замолчал, не окончив фразой. «Может быть, он пожалел, что сказал лишнее? Но я и так все понял. Какие бы причины не заставили его уйти от людей и искать независимости в морских глубинах, он все-таки остался человеком». Страдания человеческие были ему близки. Он горячо сочувствовал всем порабощенным и угнетенным, оказывая им помощь. Я понял, кому предназначались бесполезные, как я прежде думал, миллионы, отправленные в сундуке капитана Немо, когда Наутилус вступил в воды острова Крит, охваченного восстанием.